Ребята, всем привет! Сегодня мы с вами будем улучшать один из моих старых древних слаймов. Я решила, что возьму сегодня уж точно текстуру Клауд, потому что Клауд слаймы, насколько я помню, мы никогда еще мои старые не улучшали, и это будет что-то новенькое, что-то необычное, и будет новый опыт для меня. Надеюсь, что у меня, во-первых, получится улучшить этот Клауд слайм, и что у меня получится классный итог. И я его не испорчу, и не сделаю только хуже. На самом деле у меня есть очень много слаймов, старых именно Клаудов, от разных слаймеров и от меня тоже. Я возьму какой-то не сильно старый и не сильно новенький, возьму что-то среднее, приблизительно слайм, которым будет 4-5 месяцев, я думаю. Ну и давайте уже скорее начинать, но не забудьте перед началом этого видео обязательно, ребят, подписаться на мой канал, если вы до сих пор не подписаны, а также активировать колокольчик, который находится рядом. А теперь давайте скорее начинать! Итак, ребята, вот он наш слайм, который мы сегодня с вами будем улучшать. Давайте сначала проверим, что с ним случилось. Это Клауд слайм от меня, я им давно уже не пользовалась. Итак, достаем его, и... Слушайте, на ощупь он очень приятный. Этот слайм очень вкусно пахнет, и смотрите, с ним вообще всё хорошо, только он уже не дризлит, он стал немножечко жестковат. Но я помню, что когда-то я с ним очень много игралась, и скорее всего из-за этого он уже и испортился, потому что у меня есть куча моих Клауд слаймов, которые тоже ещё, даже ещё древнее, чем и этот слайм. Но они всё ещё дризлит, и этот ещё оставляет снег на руках, но знаете, сколько ему времени? Где-то с октября месяца он у меня точно, может быть, ещё древнее, не знаю. Моя цель его не то, чтобы улучшить, я хочу его попробовать увеличить, чтобы он стал большим. Думаю, у нас должно получиться это сделать. Знаете, я никогда не пыталась как-то растопить Клауд слайма, поэтому первым делом я хочу немножечко поэкспериментировать и попробовать, посмотреть, что же будет, если мы сейчас с вами этот Клауд слайм положим в микроволновку на 2 минуты, так что давайте положим его сейчас. Так, ребят, я достала наш Клауд слайм, и вот что с ним. Вообще тут очень много воды испарилось, потому что это видно как бы на тарелке. Тарелка сама по себе очень горячая. Ой, и Клауд слайм тоже. Посмотрим, что тут произошло. Это как кинетический песок, ребят, смотрите, вау. Нет, действительно как кинетический песок. Давайте будем добавлять в него разные ингредиенты. Начнём с жидкого мыла. Добавлю его примерно столько. Ещё мыло-пенку. Пенка для бритья. Немножечко клея. Нет, реально много крема. Хочу увеличить его уж точно в раз 5, чтобы он стал больше. Посмотрим, получится ли. Нет? Надеюсь, что да. Ну, думаю, что лучше стоит это всё переложить в другой какой-то контейнер, потому что миска с этим явно уже не справится. Вау. Очень странная масса этот Клауд слайм, разогретый, конечно. Вау, он такой прикольный стал. Давайте ещё добавим в мыло-пенки. Ну да, как-то так. Очень круто. Итак, на данный момент я замешала только лишь слайм с пенку. Конечно, по стенкам тоже ещё много чего осталось, но этот слайм ещё вообще небольшой. Увеличился, мне кажется, примерно в два раза. Ну, я так и предполагала, что так будет, поэтому пока что всё идёт по плану, скажем так. Дальше я засыпаю сюда искусственный снег. Отлично. Ребят, посмотрите, какой Клауд слайм у меня сейчас получается. Он, конечно, не идеален, но это в любом случае Клауд. Он дризлит очень быстро, но всё же. И из-за того, что мы добавили сюда много всяких пенок, жидких мыл и, конечно же, снег, запах потерялся. Поэтому придётся сейчас добавить сюда ещё и ароматизатор. Добавлю сюда ароматизатор сладкой ваты. Синий, синий сладкой ваты. Очень вкусно, кстати, пахнет. Божественный запах. И замешиваем это всё. Получился очень вкусный запах. И я бы хотела побольше сделать этот Клауд слайм, поэтому я буду добавлять сейчас эту пену. Хочу, чтобы этот слайм всё-таки был больше, потому что получилось, ну, только в два раза, мне кажется, больше, чем то, что было изначально. И это не дело. И это меня не устраивает. Посмотрим, что у меня получается. Он стал каким-то более рассыпчатым. Я сюда ещё снега немножечко добавила. Ещё у меня всё руки в пене, но теперь уже нет. И я помню, что я хотела сделать вообще этот слайм гораздо-гораздо больше. Но, честно признаться, мне нравится то, какой этот слайм получился по текстуре и по запаху. И не хотелось бы его сейчас испортить как-то. Поэтому давайте всё же остановимся именно на этом результате. Ведь он будет, мне кажется, самым наилучшим. Он очень приятный на ощупь, сейчас очень мягенький. Классный дризлит. Ну, относительно. Конечно, не идеально, но всё же. Очень классный слайм. В общем, ещё он вот такие звуки издаёт, когда его трогаешь. Очень прикольные звуки. И думаю, на этом стоит остановиться. Проверим, во сколько раз мы его увеличили. Беру ту же самую баночку, в которой лежал этот слайм. Примерно в два с половиной раза. Ну, знаете, не такой уж и плохой результат. Мне нравится этот слайм. Ну что, ребят, вот такой клауд-слайм у нас с вами получился. Я считаю, что, учитывая то, что мы его улучшали, получился очень неплохой результат. Сейчас взяла кусочек своей клауд-базы. И, в принципе, вот такой вот прям идеальный дризл, я считаю. Конечно, слайм этот был просто измученный изначально, потому что я им игралась на трансляции. Он постоянно куда-то падал на пол. Всё с ним было не то. Приблизительно вот такой дризл должен быть. Медленный и очень классный. А ещё я очень люблю делать вот так вот клауд-слаймами. Это очень прикольно выглядит. Конечно, дризл у нас получился не такой, но если играть с клауд-слаймом очень много времени, то и самый идеальный клауд может потом стать не очень крутым. Но любой вещи свойственно портятся. Слаймы не могут жить вечно, поэтому я считаю, что тот слайм очень даже хорошо сохранился, учитывая то, что я его измучила. Ну что ж, на этом данное видео подходит к концу, и я очень надеюсь, что вам понравилось. И если это так, то не забудьте его обязательно оценить пальчиком вверх, подписаться на мой канал, если вы до сих пор не подписаны. Так же не забывайте, что есть в других соцсетях лайки, инстаграм, а ссылочки на них всегда есть в описании. А я вас всех очень сильно люблю, целую, обожаю, обнимаю. Спасибо всем большое, кто остался до конца этого видео. И всем пока-пока!